Привет, друзья! Меня зовут Евгений Денисов, и вы на канале ОМЗАП. Мы решили немного изменить формат канала и поговорить с подписчиками. Как и раньше, мы будем показывать процесс ремонта корейских автомобилей Kia и Hyundai, рассказывать ту дичь, которая происходит при неправильной эксплуатации, и, как всегда, качественно обслуживать ваши автомобили. Один из подписчиков задал вопрос. Если бы вы не работали в компании, которая занимается ремонтом корейских автомобилей, какой автомобиль вы бы выбрали? Человек пытается определиться между двумя марками. Havail F7, полуторалитровый турбомотор, и кореец PSO 1.5. Давайте сравним два автомобиля, которые хочет выбрать наш подписчик. И все станет ясно. Поехали! В автомобиле на каждый день важно, чтобы он был надежным. А надежность в автомобиле — это про двигатель, про коробку, про подвеску, кузов, ну и электрику. С одной стороны, китайцы — это же здорово. За те же самые деньги ты покупаешь больше машины, больше опций. Ну и на дороге ты смотришься вроде бы лучше. Havail F7 стоит полуторалитровый турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил, который может выплюнуть 280 ньютонов крутящего момента на пике и взорваться к чертям. Но если верить статистике, такого обычно не происходит. Обычно эта машина сгорает самостоятельно еще до того, как двигатель скажет свое последнее китайское ауф. Это шутка, только наполовину тачки реально горят. Но об этом чуть позже. Двигатель 1.5 — это чудо, которое собрано на турбомоторе нашими китайскими друзьями. Они сами его придумали, сами его собрали, и мы еще до сих пор не знаем до конца, что это на самом деле такое. Вопрос у меня лишь в одном. Когда помрет этот дико нагруженный полуторалитровый двигатель, и насколько хорошо он справляется с перегревом, мы ведь все знаем, что даже самый удачный двигатель становится неудачным, если его перегреть. Более того, если мы пойдем по китайцу дальше, то у нас есть огромный сюрприз сзади. Там, где бензобак, пластиковые трубки, топливные магистрали, фишка, сам бак. Все сделано из очень жесткого китайского пластика, который даже при температуре плюс 20 жесткий. Что с ним происходит, когда температура опускается до минус 10-20 градусов? Правильно, он может треснуть и дать течь. Ну а дальше, в случае, если у вас, например, автозапуск, может случиться один из двух, ну или трех возможных вариантов. Первый вариант – что-то лопнуло и началась течь. И вы, например, получили короткое замыкание где-нибудь в фишке. Это крайне маловероятно. Другой, более вероятный вариант – это история, когда статическое напряжение сделало свое дело. И тогда у нас фейерверк и сгоревший новый красивый автомобиль, так сильно напоминающий BMW X6. Раньше японцы добавляли на кронштейн фильтра заземление, потому что знали, что такое может случиться. Для сравнения, на корейце мы имеем старый добрый G4 FC объемом 1.6. Это проверенный двигатель, который ставился на акценты Solaris, Kia Rio и так далее. По сути, брат-близнец G4 FA объемом 1.4, который раздули с помощью увеличения рабочего хода поршня, добавив ему бодрости. В итоге 16 клапанов по 4 на цилиндр, система газораспределения с двумя независимыми распредвалами, распределенный впрыск MPI. И мы получаем от 122 до 128 лошадей и до 157 моментов, в зависимости от версии двигателя. Если лить в этот двигатель масло раз в 7-8 тысяч, и это масло будет не из соседнего продуктового магазина, то есть все шансы передать автомобиль еще своим правнукам. Ну а если не ухаживать за этой машиной, то, как и все надежные или ненадежные автомобили, рано или поздно он сломается, и, скорее всего, это произойдет быстро. И если бы выбирал я, то выбрал бы надежный корейский двигатель 1.6. Паураганить на нем особо не получится. Если добавить творческой дури в голове, конечно, можно, шансы есть. Мои слова подтверждают намотанный на столб Даниловской набережной Solaris с замерзшим спидометром на скорости 118. Это было здесь, в Москве. Что касается запчастей на автомобиле корейского производства и китайского, то здесь ситуация на рынке обстоит следующим образом. На корейце кратно дешевле найти запчасти. Например, нижний передний рычаг Haval F7 стоит около 12 тысяч, а на Kia Soul можно найти альтернативный вариант за 3-4-5 тысяч. Ну а что с коробкой? У китайца? У китайца коробка передач — это преселективный семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Это первый подобный агрегат, полностью разработанный и выпускаемый в Китае. А у корейца — обычный автомат. Просто надежный трехэлементный одноступенчатый двухфазный дегидротрансформатор. Есть еще и робот на версию в 200 лошадиных сил, но, скорее всего, намерения его покупать у подписчика совсем нет. В итоге даже огнеупорного водителя, который любит турбовые малоразмерные перегретые китайские двигатели, может напрячь эта строчка в описании китайца. Первая версия коробки, полностью разработанная и выпускаемая в Китае. Но задачи совершать подвиги у нас нет. Наша задача — безопасно передвигаться по городу, поэтому для своей семьи я выберу однозначно надежного и более спокойного корейца, которого буду обслуживать в сервисе, где к машинам относятся бережно и профессионально. А какой выбор сделали бы вы? Друзья, подписываемся на канал, ставим лайк, а самое главное — не забывайте, что в следующей серии будет новая история. Новая история о том, как из двухлитрового двигателя можно сделать 2.4. С вами был Евгений Денисов. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok